Сегодня я на основе препарата Байкал М1 буду готовить препарат для защиты растений от болезней и вредителей, который называется у байкальщиков М5. Для приготовления этого препарата мне понадобится 4 компонента. Это сам препарат Байкал М1. Сироп или патока. У меня сироп из цветков одуванчика. Я его готовлю специально для этих целей. Понадобится 9% уксус и водка. Водку можно взять казенную, которая продается в магазинах. Или можно взять собственную. Я возьму собственную. И понадобится также вода. И понадобится мерный стаканчик. Здесь есть особенность такая. Обычно в инструкциях пишут, чтобы приготовить 1 литр препарата. Я тоже сегодня буду готовить 1 литр препарата. Требуется 100 мл одного компонента, 100 мл второго, 100 мл третьего и четвертого. Все это нужно смешать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что все компоненты мы будем брать в объемных единицах. Поэтому вы можете приготовить препарата М5 столько, сколько вам нужно. Не обязательно 1 литр. Нужно взять 1 объем. У меня это объемный стаканчик будет объемом 100 мл. Вы можете взять и 200 мл стаканчик. Главное правильно отмерить объем. Вам нужно 6 объемов воды. То есть в данном случае у меня 600 мл воды. Вот я их уже отмерила. Вода должна быть чистая, профильтрованная, отстоянная в крайнем случае. И она должна быть комнатной температуры. Лучше, если она будет, конечно, теплее. 28-30 градусов. Тогда все процессы произойдут быстрее значительно. Понадобится 100 мл уксуса. Я возьму 100 мл уксуса для того, чтобы приготовить 1 литр. Если вы возьмете 200 мл уксуса, вы приготовите 2 литра препарата. 100 мл водки, 100 мл сиропа одуванчика и 100 мл препарата Байкал М1. Сейчас я отмерю сироп одуванчика и покажу, сколько его нужно для того, чтобы приготовить необходимое количество нашего препарата М5. Значит, вот смотрите, 100 мл нужно точно отмерять. Вот я отмерила сейчас 100 мл препарата. То есть полный стаканчик взяла. Полный мерный стаканчик. И вылью сейчас этот препарат, этот сироп в раствор. И сделаю раствор воды. И можно размешать в воде этот препарат, этот сироп. И получить уже такую довольно сладкую жидкость. Сейчас я последовательно сюда вылью уксус, водку и последним вылью препарат Байкал М1. Вот я отмерила и выливаю уксус. Отмерю и вылью водку. И отмерю и вылью сейчас. Ну, и получается. Вот видите, значит, этот стаканчик чуть больше, чем 100 мл. Я полный его брала, когда отмеривала. И вот у меня сейчас не умещается препарат Байкал М1. Это как раз доказывает, что главное соблюдать пропорции. Что взять по одному объему исходных ингредиентов и 6 объемов воды. Я возьму тогда большую банку и все это перелью в большую банку. И препарат Байкал М1 вылью сюда. Вот у меня получится чуть больше литра препарата М5. Вот я сейчас возьму еще Байкал М1. Отмерю такой же объем и вылью вот в эту баночку, в которой я буду делать раствор. Вот. Сейчас здесь у меня находятся все компоненты, которые необходимы для того, чтобы получился у меня препарат. Вот я уже добавила сюда по столовой ложке водки, уксуса и сиропа. И сейчас добавлю еще 6 полных столовых ложек воды. Ну вот уже теперь остался небольшой промежуток между крышкой и раствором. И вполне можно уже вот этот вот препарат поставить на ферментацию. После того, как здесь произойдет ферментация. В результате ее образуется сложный эфир, который как раз и будет оказывать лечебное и отпугивающее действие на вредителей. И лечебное действие в отношении болезней, которыми поражаются растения на огороде. И можно этим раствором опрыскивать, и нужно начинать опрыскивать в профилактических целях. Тогда эффект от его использования будет большим. Опрыскивать можно хотя бы хоть каждый день. Было бы у вас на это желание и время. И если опрыскивать часто, то нужно в концентрации 1 к 1000. То есть 1 мл на литр раствора для опрыскивания. Или столовая ложка на ведро воды примерно. Этот препарат дает очень хороший эффект. Для усиления эффекта его можно смешивать с различными настроями. Настоями или отварами, которые можно приготовить из растений, которые защищают наши растения на огороде. То есть из календулы, бархатцев, чеснока, шелухи лука и многих других. Вы об этом можете посмотреть в статье на сайте. Ссылка на статью под этим видео. Удачи вам!